А, такая вот информационная операция. Как ты думаешь, раз Израиль проигрывает эту общественную кампанию, это совершенно точно, информационную кампанию он проигрывает. И еще раз повторяю, не потому что там они плохие, а потому что несопоставимы силы, понимаешь, несопоставим масштаб. Повторяю, потому что за протесты стоят не только общины мусульманские, ну ладно, у них своя тема, а за ними стоят и вот эти леваки, и вот через дистанцию, ну какой-то дистанции на ревизионном расстоянии Москва. Как вести себя украинцем, как предупредить подобное перекидывание мостика? Я уверен, что оно будет. Вот мое личное мнение, что следующей вот жертвой вот этих выступлений станет Киев, Украина, понимаешь, ее и поддержка Украины. А это нацисты там, ну вот весь тот набор. Ну, я думаю, что информационная война в целом России проиграна и проиграна с сокрушительным результатом. Из этой ситуации патовой превратить украинцев в нацистов точно не получится. Ну, а требования мира, вот этот резонер, скажите, и те виноваты эти, давайте мир, переговоры, вот так. Но общее понятие ответственности агрессора и жертвы, конечно, и разница между ними, оно вероятнее всего будет размываться. Я это могу сказать точно, поскольку тема моей дипломной работы в еще одном британском колледже, Royal College of Defense Studies, так получилось, что я закончил военный колледж, там как раз была военная пропаганда и ее значение во время вооруженных конфликтов. Я анализировал там и афганскую войну, советскую, вот, и войну в Ираке, которую вели страны-коалиции, и другие конфликты, Второй мировой в том числе. И общий смысл заключается в том, что со временем, с течением времени пропаганда может работать и дать результат не сразу, а через некоторое время. Мы это видим по позиции так называемых стран глобального юга. Если ты посмотришь СМИ, ну, к сожалению, из нас никто практически, кроме узких специалистов, ну, вот, например, ты хорошо знаком с прессой Южной Африки, ЮАР. Ну, смеешься, конечно. Да, хоть одну газету можешь назвать, и я даже не назову тебя. Или, например, с прессой Оргентины, или с прессой Чили. Ну, к сожалению, нет, это знают узкие специалисты. А вот если бы мы туда заглянули, мы бы ужаснулись тому, как, в принципе, подается, я имею в виду, нормальные люди, вот, те, кто находятся в Украине, или кто в курсе наших новостей, они бы ужаснулись тому, как подаются новости из Украины. И меня периодически заносит. Вот, ну, так, получаешь, я изучал испанский язык, и вот я читаю испаноязычную прессу, в частности, в Латинской Америке. Это просто, знаешь, трэш и угар. Часто трэш и угар. Я молчу про Венесуэлу, но это, в принципе, понятно. Венесуэл – это объяснимо. А что пишут, расскажи нам, что пишут. Левацкая, вот даже аргентинская пресса, например, как она пишет, или пресса, например, в Бразилии, да, но я не владею португальским, я читаю в переводе на английский. То есть, как это все, в принципе, в значительной мере подается. Это подается как конфликт, в котором украинские националисты, так используются, украинские националисты ущемляли в значительной мере часть своих граждан, которые являлись длительное время частью Советского Союза, России. Потом их присоединили к Украине, вот в частности к Крыму, и Украина не уделяла им должное внимание. Поэтому эта война, опять же, вот этот гражданский конфликт или гражданская война, вот такие формулировки используются. Ответственность Украины, и по сути идет перекладывание за развязывание войны с Россией на Украину, что Украина, оказывается, не оказывала должного внимания своим гражданам, поэтому сейчас эти граждане, которых Россия просто там чуть ли не спасает, и такие вот уже есть, да, то есть, по сути, это подмена реальности, это происходит. И поэтому это так или иначе происходит с другими странами, которые находятся вообще рядом с нами, граничны. Венгрия, посмотрите, официальная позиция власти, Словакия сейчас, новый премьер ФИЦА пришел, Орбан, то есть, какая их официальная позиция? Орбан что говорит? Украина не победит, Россия очень сильная страна, ее невозможно победить даже НАТО. Украина фактически, это страна несостоявшаяся, или как заявил Ромасвами, кандидат, конгрессмен, будущий кандидат президента из США, он сказал, что Украина это вообще не демократия. Откуда в Америке с их уровнем СМИ и свободы доступом к информации у человека такого уровня конгрессмена, у которого есть... Не, ну это вообще... Ты считаешь, как заявлял Трамп, что Крым никогда украинским не был? Допустим, ты говоришь, что там есть, что это все Россия, допустим. Но как человек уровня конгрессмена США может прийти к убеждению, что Украина это не демократия? Ведь он же откуда-то информацию почерпнул, значит, он что-то читает, что-то смотрит. То, что в наше поле зрения не попадает, то есть, ну если оно не попадает, значит, что его нет. Оно существует, понимаешь, в глобальном паутине в том числе существует дикое количество информации, дезинформационного тока, которое, как оказывается, могут попасть жертвой даже люди с высшим образованием, с таким статусом, как член Конгресса Соединенных Штатов Америки. Если информация неверная, то решение неверное. В Германию перенесемся. Политолог Грегор Шпицин с нами на прямой связи. Здравствуйте, Грегор, рада вас приветствовать. Ну, какой-то вот резкий разворот. То есть, если мы в течение года примерно читали риторику в духе война до победного конца, разгромим Россию, то теперь как бы уже все намекают на переговоры, оружие неохотно дают, деньги. Что происходит? Добрый день, Евгений. Да, вы правы, на самом деле риторика изменилась. И, в общем-то, Борис Писториус не открыл Америки, сказав о том, что крылатые ракеты из Германии не изменят в корне хода боевых действий на Украине. Потому что Украина может разрушить пару коровников Белгородской области, потопить корабль, не знаю, запустить беспилотник на Кремль, но это не окажет ровно никакого влияния на ход боевых действий. А ход боевых действий сейчас для Украины самый неблагоприятный. Поэтому Германия снижает накал милитаристской риторики и действительно выступает в качестве миротворца за справедливые переговоры, которые могут положить наконец-таки конец этому противоубийственному конфликту. Поэтому я, со своей стороны, могу это только приветствовать. Много пишут, говорят об усталости от Украины, от Зеленского. В чем она выражается в Германии? Чувствуется ли она? Это правда вообще или нет? Вы знаете, усталость от Украины выражается в первую очередь в том, что с 1 января будет изменен рацион пищевой солдат Бундесвера, из которого исключат говядину, а также фрукты и овощи, и заменят их эрзат-заменителями мяса и более дешевыми продуктами. Вот, собственно, это последствия поддержки Украины. На Украину, я помню, Германия уже отправила 24 миллиарда евро, причем 1 миллиард только на прошлой неделе. Приходится где-то изыскивать резервы, вот, приходится экономить, собственно, на идее для солдат Бундесвера. Вот это вот прямое последствие. У противников войны, у противников поставок оружия на Украину в Германии насколько велики шансы? Мы видим пока на региональных выборах такие слабые предпосылки к кардинальной смене политического вектора Германии. Или нам кажется? Нет, вам не кажется, действительно по всей Европе наблюдается упадок проукраинских настроений, что очень сильно беспокоит Киев. Но насколько сильно это скажется на поставках в целом, пока судить сложно. В любом случае и Венгрия, и Словакия, и Польша, если поступит сигнал от старших партнеров из-за океана, они в любом случае возьмут под козырек. Поэтому в определенных пределах они могут проявлять, собственно, собственный норов, но генеральную линию они, скорее всего, будут соблюдать. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.